Всем привет! Днепр на связи! 14 сентября, 3.10 ночи. Ну что, друзья, никто не спит, как говорится, да? А на небе звезды, вы не представляете, сегодня вообще так низко. Все созвездия видны, еще и звезды периодически падают. Прям-таки романтика. У нас, кстати, продолжается сигнал воздушной тревоги, который начался в 23.40. Угроза беспилотников в воздушном пространстве Украины. На данный момент около 20-25 их осталось. Кто-то орет на улице где-то. Уже шляются. Все, кому не попали. И не спится им. О, орут. Песни поют, чешо. Кстати, друзья, поздравляю вас с Днем Города. Как ни странно, информация, что День Города был на прошлой неделе, она не совсем соответствует реальности. Потому что, если посмотреть статут нашего города, то указано, что не просто вторые выходные сентября, а именно вторая суббота сентября. И это именно сегодня. Ну, как говорится, почему бы не отметить и дважды, собственно, с Днем нашего великолепного города. Город нужно беречь, за городом нужно ухаживать. И, конечно же, меньше воровать желаем городской власти, областной власти. И, действительно, денежку вкладывать в развитие инфраструктуры, для того, чтобы жителям нашего города как-то полегче и поприятней проживалось. Так что, вот так, друзья. С Днем Города! Поздравляем! Счастья, радости, божаем! Ну, а что, друзья, по обстановке. У нас беспилотники, я же сказал, была угроза, да? В 00.20 можно было слышать взрыв и в городе. Над городом пролетал беспилотник ударный. В Днепровском районе, в пригороде города шла боевая работа. Павлоградский район, Синельниковский, Каменской район. В общем, летали БПЛА. Пригород тоже мог слышать эти взрывы. На данный момент взрывы в Одессе слышны. В Одесской области там беспилотники летают. Черноморск угроза, Одесса, Киев. Над Киевом летают, над разными районами. В области Киевской тоже там БПЛА. В общем, друзья, неспокойно в этом формате. Ой-ой-ой-ой-ой. В районе 10 часов сообщалось о ракете в сторону Черниговской области, Киевской области. Где-то что-то бабахало тоже неспокойно. Видите, что творится. Бабахи, бабухи. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и что у нас вообще по факту, друзья, по информации. Кстати, очень активна была разведка, учитывайте это. Что очень много у нас в области летало разведывателей беспилотников вечером. Так что всякое может быть. Кстати, еще угроза у нас от того, что в Черное море вывели 4 ракетоносителя. Угроза калибров, общий залп, 24 ракеты. Представляете? А в свою очередь, глава областной военной администрации Сергей Лысак рассказал нам о том, что из-за обстрелов Никопольского района и района есть пострадавшие. В самом Никополе это женщина 54 года и еще двое в Марганце. Женщина и мужчина 63 и 60 лет. Сообщается, что в Никополе повреждены 6 многоэтажных домов и 5 частных. Повреждено коммунальное предприятие, медицинский центр, кафе, магазин и автомойка. Задета и повреждено 17 автомобилей. Задета также и линия электропередач. Линия электропередач повреждена и в Марганецкой громаде. Также там среди разрушений это предприятие, 4 частных дома, 4 машины и мотоцикл. Разрушение в гаражном кооперативе. Громко было и в Покровской, Червоногригорьевской и Миревской громадах. Там повреждена инфраструктура, разбиты магазины и автомобили. Представляете, что творится? Так что, друзья, такие дела. В общем, по Никопольскому району сегодня были обстрелы более 20 раз. Тяжелая артиллерия применялась и дроны Камикадзе. Также сбрасывались боеприпасы с БПЛА. На вокзале, кстати, сегодня нашего города мужчина избил военного и прохожего. Бил руками и ногами. Есть видео. Наверное, кикбоксер. В общем, его задержали. Открыто криминальное дело. Указывается на то, что сегодня неадекватно в центральном вокзале города приставал к людям и создал две конфликтные ситуации. Избил военного и прохожего. Все сняли очевидцы и передали видео право охранителям. Полиция задержала 25-летнего жителя Никополя. Следователи квалифицировали действия по двум статьям Криминального кодекса Украины. Это хулиганство и нанесение легких телесных повреждений. Вот такие дела. Что еще? В Новомосковске неадекват бросил гранату во двор частного дома. Указывалось, что от взрыва создалась воронка и выбиты были окна. К счастью, люди не пострадали. 32-летнего мужчину задержали и сообщили о подозрении за незаконное обращение с оружием. Он может присесть от 3 до 7 лет. А там где-то продолжает кто-то выть, представляете? Может, это квадроберы, какую-то ворону там создают, эту сову. Что творится вообще? Куда, куда, что? Куда? Никуда, поехали. Так, кстати, друзья, сейчас здесь сообщение от мэра Киева. Кличко прислал мне сообщение. Говорит, в Оболонском районе Киева обломки беспилотника упали на территорию коммунального предприятия. Пожара нет, экстренные службы на место едут. Также зафиксировано падение обломков на границе города и области за жилой постройкой. Информация касательно пострадавших и разрушений не приходила. Далее, Зеленский Владимир у нас заявил, что в Украине сейчас больше систем Патриот на вооружении, чем это было оглашено официально. Но все равно их недостаточно, как и ракет к ним, заявил Зеленский. Он также рассказал об экономной работе ПВОшников. Желательно использовать две ракеты на цель, а применяют одну. Тищенко нарисовался. Знаете, что Тищенко сказал? Сказал, борец с офисами, домашний арест. Говорит, как сказал президент, с коррупцией мы будем бороться после победы. А почему не боролись до победы? Почему не боролись до 22-го года? Возникает вопрос. То же самое сказал глава офиса президента, что коррупция не главное, а главное сегодня победа. Конечно, коррупция не главное. Дайте поворовать, дайте пожить, бедные чиновники, денег нет, но вы держитесь. Дайте денег, дайте заработать. Мы же не лохи, дайте денег заработать. Все правильно. Поэтому Тищенко сказал, я начинаю действовать в этих направлениях. Это как? В направлении победы? Или в направлении взятия взяток? Ой-ой-ой, что творится, что творится? Кабмин утвердил проект госбюджетным. В 2025 год доходы ожидаются на уровне 2 трлн грн, а расходы 3,6 трлн грн. Об этом сообщил Шмыгаль. Сегодня в сети показали завод, где обогащают уран для ядерного оружия в КНДР. Туда приехал Ким Чен Ын и поручил наращивать ядерный арсенал в геометрической прогрессии. Ну и ну. Далее, друзья. США не планируют сегодня объявить о разрешении Украине бить западным оружием вглубь РФ. Более того, Белый дом серьезно воспринял предупреждение Путина о том, что разрешение на дальнобойные удары будет прямым участием НАТО в войне против РФ. Ну, конечно, надо воспринимать, потому что, как это, оружие дать, танки, специалистов и т.д. и т.п. Это не участие НАТО в войне. Нет. Ну, что, Путин не видит участия тут НАТО. Вы что? А тут увидят. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Да. Оружия нету. Нету. 45 гривен за доллар. Такой курс гривны заложен в бюджете на следующий год, нам указывают. А еще, друзья, народный депутат Николай Княжицкий заявил, что у нас демографическая катастрофа. Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства. За рубежом людям не оказывали, да, помощь, там, консульскую. И люди просто сейчас отказываются. У многих уже есть второе гражданство, и украинское им не надо. Просто люди отказываются от украинского гражданства. Ну что, допрыгались? А я это прогнозировал, как и многие эксперты. Да-да-да. Вот все. Людям уже не надо украинское гражданство. Не оказали помощь, не нужны стране. Вот видите. Все, молодцы. И так, умираем, не рождаемся, еще и люди отказываются. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что еще, друзья? В Италии развесили плакаты. РФ нам не враг. Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мир. CNN пишет, что по всей Италии расклеили пророссийские плакаты. В некоторых городах плакаты сняли чиновники, а в других их разрешили оставить до окончания термина. Оплаты, да, аренды, собственно, вот этого бигборда. Что еще? Джон Кирби отреагировал. Говорит, Белый дом серьезно относится к словам Путина о том, что снятие ограничений на удары по РФ будет означать прямое участие НАТО в войне. Вот так вот сказал. Далее, есть такой Милонов депутат в России. Он сказал, что россиянкам следует ездить не в Турцию, а в Сирию. Он сказал, что Турция непристойная страна, где доминирует похоть и животное отношение к русским девушкам. И обозначил, что в Сирии россиянок никто и пальцем не тронет. Что она гудит? По его словам, эта страна одна из самых более развитых в сфере туризма Сирии. Так что вот так. Далее у нас. Сегодня еще Зеленский встретился с Борисом Джонсенюком, который запретил переговоры и сказал, Воюйте, и Джонсон такой молодой, и Порошенко где-то там впереди. Ну, в общем, воюем. Дальше Джонсонюк сказал, мы воюем, поем песни. У нас, кстати, друзья, хорошая новость у меня для вас. Вот в 3.23, пока мы с вами разговаривали, пошел отбой сигнала воздушной тревоги. На этом будем завершать. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, детачок. Всем добра, отдельным личностям бобра. Помните, что Бог любит вас. И до нового выхода на связь. Выходите с укрытий, смотрите видео, не забывайте поставить палец вверх, лайкосик. Всем спасибо, всем пока, удачи, счастья. Всего самого лучшего. О, видите, завыло это. Воет отбой сигнала воздушной тревоги. Отбой. Слышите? У-у-у-у. Чтоб люди проснулись. Кто спал? Чтоб люди проснулись. Слышите, да? О, как орет. А вообще, вот, летало над городом. Беспилотники над городом. Ё-моё. Ой-ё-ё-ё-ё. Да. Всё, всё, пока-пока. Удачи, ребят. Спасибо, спасибо.